Пандус Рассмотрим сегодня такой элемент, как пандус. Сам инструмент находится на вкладочке архитектура, и здесь, где движение, закладка, где ограждение, лестница и пандус. Как обычно, для того, чтобы создать пандус, необходимо нажать на кнопочку, и дальше мы переходим в режим эскиза. Прежде чем его создавать, необходимо установить базовый уровень, откуда он будет идти. У меня стоит уровень 1, верхний уровень. Можно смещение снизу, сверху. Можно, например, если у меня построение будет на нескольких этажей, то задать верхний уровень в этаже. То есть, например, буду строить до пятого этажа. Дальше установить ширину его. Ну, и из параметров это все, что мы здесь можем поменять в начале. Ну, кроме того, можно изменить тип. И здесь, в этом случае, можно поменять его форму. Утолщенная или, например, здесь в варианте есть сплошная толщина. Дальше внутренние слои, там поменять функцию, или только внешние оставить. Размер текста, которым он будет подписываться. Материал пандуса. Ну, видите, я поставил здесь камень. Это не обязательно. Здесь может быть и, например, другое. Например, я могу выбрать вот здесь бетон. И бетон, скажем, там сборный бетон. Вот я поставил сборный бетон. Примените. У нас пандус будет из сборного бетона. Дальше. Максимальная длина ската. Тоже этот меняется. Максимальный уклон. Максимальный уклон. Ну, здесь это единица к длине. Длине. Вот, в принципе, все, что мы можем по пандусу поменять. Дальше необходимо изобразить сам пандус. Его эскиз. Щелкнуть там, где начало. И щелкнуть там, где конец. Вот я щелкну. Дальше поставить галочку. И пандус уже создан. Если мы на него посмотрим. Видите, вот он идет под маленьким уклоном, идет вверх. От уровня. Вот здесь идет уровень 1. А это уровень 2. От уровня 1 до уровня 2. Иногда бывает так, что появляется предупреждение. Давайте посмотрим, когда это может быть. Например, я делаю пандус. И вот щелкаю начало здесь, конец здесь. И дальше галочку. Видите, ничего. Предупреждение смотрим. Так, предупреждение 1. Ну, здесь нет. У меня в данном случае никакого предупреждения. Почему? Потому что я уклон у него поставил достаточно большой. Если я поменяю, например, уклон на меньшее значение. Вот здесь поставлю уклон не 1000, как у меня стоит. А нулик уберем. Сейчас применится. Окей. И попробуем еще раз пандус начертить. Начало. Допустим, конец. Галочку поставим. И вот, смотрите. Появляется предупреждение. Пандус слишком короток, чтобы была удовлетворена зависимость сверху. Измените уклон или увеличите длину пандуса. Вот видите, может быть, часто такое бывает предупреждение. Ну, в данном случае, ну, что мы можем сделать? Изменить тип. Ну, я в данном случае, вот его изменю. Соответственно, максимальный уклон. Изменил максимальный уклон. Не всегда пандус бывает необходим именно такой прямолинейный. И даже зачастую непрямолинейный. Как построить пандус, который будет состоять из нескольких таких пролетов? Для этого мы щелкаем здесь, где начало, где конец, затем в том месте, где хотим, дальше его продолжить. И вот здесь. Подобно тому, как бы мы строили, например, лестницу из маршей, то появляется площадка, а здесь появляется тоже не площадка, а участок пандуса, который тоже идет под уклоном. И дальше ставим галочку. И вот, смотрите, вот он появился. Вот этот пандус, который идет с поворотом. Поворотов может быть сколько угодно. Можем крутить так, для того, чтобы у нас появилось то, что нам необходимо. Дальше. Одним из элементов пандуса, ну, мы уже про сам материал говорили, что его можно поменять. Еще у пандуса есть ограждение. Это ограждение можно выбрать и точно так же поменять, например, вот на трубу. Ну, на другой тип ограждения поменяли. И вот, посмотрите, здесь появилось у него уже другое ограждение. Можно ограждение вообще убрать, да. И с ограждением можно делать все то, что мы делали с ограждением, рассматривая это ранее. Вот, в принципе, все, что необходимо знать про пандус и как его построить. На этом будет на сегодня все. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...